Вылазка в Москву, 5 мест, которые вы еще не знаете, но уже хотите посмотреть, Берлинский, Дания. Амалия Тиден, Берлинский, Дания. 20 июля 2019 года. Лететь в крупнейший город Европы из Копенгогена всего в 2,5 часа, ближе, чем в Мадрид или Афины. Этот город славится величественной архитектурой и балетом мирового уровня. Но Москва, это не только Большой театр и Красная площадь. Вот 5 мест в Москве, которые не так на слуху. Как знать, может, вы узнаете что-то новое? Шоколадный остров в городе, где народы живет больше, чем в Лондоне, Париже и Берлине вместе взятых, развлечений туристам хватает. Конечно, вы просто обязаны посмотреть Красную площадь и Кремль, сходить в баню и, если получается, посмотреть спектакль в Большом театре. Но в закромах крупнейшего города Европы припасено и немало других достопримечательностей. Например, ближе к вечеру стоит прогуляться по Красному Октябрю. Этот краснокирпичный квартал, чем-то он напоминает Копенгагенский Кербюэн, буквально мясной город, бывший район Буэн, примечание Перев, облюбовали сметливые предприниматели. Было время, когда шоколадки Аленко делали на старой фабрике на Болотном острове в самом центре Москвы. Но в 2007 году производство шоколада прекратилось, и в корпуса вселилась творческая элита. А название «Красный Октябрь» появилось, когда краснокирпичная фабрика сладостей вновь заработала после Октябрьской революции. Сегодня квартал кишит ресторанами, кафе, ночными клубами и галереями. Загляните в центр фотографии имени братьев Люмьер, а затем пропустите стаканчик в заведении дичтатура и эстетича с видом на реку. Советский парк, где любят Путина парков и зеленых зон в Москве хоть отбавляй. Известнейший из них – парк Горького, но самый необычный – ВДНХ, находится на окраине города. ВДНХ – этакий гибрид исторического музея под открытым небом с парком развлечений, где зимой можно покататься на коньках, а летом – сразиться в шахматы или волейбол. Посреди огромной площади с отреставрированными советскими зданиями разом видно статую Ленина, рекламу Hyundai, Hyundai и McDonald's. А из колонок то грохочут Rolling Stones, то Rolling Stones, то струятся произведения Ленинградского оркестра. Кто интересуется историей, тому стоит посетить мультимедийную выставку «Россия – моя история». Там вы познакомитесь с альтернативной трактовкой событий, где почитаются сильные вожди, а роль русских в исторических войнах сильно отличается от той, что вы вынесли из датской школьной скамьи. Как отмечает британский эксперт по России Марк Голиотти, Марк Голиотти, в своей новой книге о российском президенте, эта выставка, подготовленная при участии правительства, дает некое представление о взглядах Путина. Город под землей Москва – город, где такси стоит сравнительно недорого. Но несмотря на соблазны, непременно стоит прокатиться в метро, ему скорость стукнет 85. Взять хотя бы станцию Площадь Революции, чей зал украшают 76 бронзовых статуй. Или электрозаводскую, чей потолок освещают 318 сферических светильников в несколько рядов. Всего в городе более 200 станций, и новые открываются постоянно. Так что тут есть на что посмотреть, целых 44 станции входит в список исторических памятников. Чего только не увидишь в московском метро, фантазии не хватит представить. Вот парень кормит барсука на поводке, вот скрипачи играют металл, да и много другого. Это как целый подземный город. Единственное что, избегайте метро в часы пик. Подземка ежедневно ездит почти 9 миллионов пассажиров. Вагоны набиваются битком, и может статься так, что вас вынесет толпой, даже если вам не выходить. Билет стоит около 5 крон, около 50 рублей. Примечание редакторов. Советские игровые автоматы в Москве немало выдающихся музеев. Например, Третьяковская галерея, где выставляются шедевры русского искусства. Но вариант более необычный, это музей советских игровых автоматов. Замысел прост. Музеющики собрали и отремонтировали старые автоматы, выпускавшиеся в СССР начиная с середины 1970-х. Вместе с билетом вам выдают горсть советских монет-жетонов. Можете начинать. Хорошо срезаться в морской бой. Это советская версия игры Сиаббатле. А жажду можно утолить газировкой из советского автомата. Утверждается, что это развлечение появилось в СССР после поездки Никиты Хрущева в США. Там советский лидер впервые увидел игровые автоматы и пришел в восторг. Чертежи автоматов даже отправляли на военные заводы, которые обычно штамповали оружие. Музеи обожают сами русские, и туда однозначно стоит наведаться, особенно если путешествуете с детьми. Но приходить лучше к началу или под закрытие, тогда будет меньше народу. Русские рынки в причудливом круглом здании, москвичи его еще называют черепахой, расположился Даниловский рынок, самый фешенебельный в Москве. Здание построено в 1980-х годах, причем архитекторы вдохновлялись многофункциональной ареной дружбы, принимавшей Олимпиаду 1980. Внутри Даниловский чем-то напоминает Копенгагенский рынок. Здесь есть все, от товаров прямо с российских ферм до тропических фруктов, прибывших из далеких стран. Но главное, это его регустационная зона с едой со всего мира, от России до Израиля или Кипра. Съешьте большую миску супов всего за 35 крон, примерно 330 рублей, примечания редакторов, или тарелку русских пельменей примерно за те же деньги. Если же вам хочется больше местного колорита, отправляйтесь на Дорогомиловский рынок, там больше русских бабушкасс и меньше туристов, но и окрестности не столь примечательны. Здесь в основном прилавки со свежими продуктами, а не лавки с готовой едой, поэтому если хотите перекусить, лучший выбор – Даниловский. Советы – есть, пить, жить и еда. Без грузинской кухни не обойтись. Хочешь вкусно поесть – отправляйся к грузинам. Иногда говорят сами русские. Отличных ресторанов русской кухни теперь хоть отбавляй, но без грузинской не обойтись. Один вариант – кафе саперови. У них в городе несколько точек. Цена от 25 крон – 240 рублей. За закуску до 60 крон – 570 рублей. За второе. Другой – сеть хачапури. Там по будням на завтрак дают суп и салат всего за 30 крон – 285 рублей. Третий вариант – Эларджи. Немного подороже. Притаился во дворике всего в несколько сот метров от датского посольства. Отведайте салат с помидорами и баклажанами и хачапури. Лепешка с сыром. Если грузинская еда вас не прельщает, всегда есть знаменитая кафе Пушкин. Дорогие напитки задешево пропустите. Музыка там подходящей громкости, да и обстановка хороша. Кожаные кресла так и манят посидеть. За стойкой стоят бармины в белых халатах, а официанты ходят среди клиентов в лилейно-белых комбинезонах. Напиток обойдется вам от 40 до 80 крон – 380 – 760 рублей, а выбор в меню большой. Спать. Китай – город внутри Садового кольца Москвы и тысячи квартир на Эрбнб. Они сдаются в аренду задешево, но нередко немного обшарпаны. На пару ночей можно остановиться в бутик отеля Мосс, где двухместный номер стоит от 1000 до 1200 крон. Примерно 9470 – 11400 рублей в сутки. Отель расположен в районе Китая города, который славится луковичными церквями и изысканными ресторанами. Если же вы ищете нечто более классическое, попробуйте исторический отель Метрополь рядом с Большим театром. Там ночь также обойдется примерно в те же 1000 крон – 9470 рублей. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...